Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Погорельцы из Чебрикова получили гуманитарную помощь. В закупке необходимых вещей помогли местные предприниматели. В Сочи завершается декада инвалидов. Грамоты от главы города получили те, кто доказал диагноз – не приговор, если ты хочешь быть нужным. Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в Краснодарском крае. Она оказалась чуть ниже средней по стране. Чемпионаты первенства края по джиу-джитсу собрали более 100 сильнейших борцов. Курорт представили 28 атлетов. Краснодарский бизнес-инкубатор набирает постоянных резидентов. Начинающими предпринимателями стали 11 человек. Они выиграли конкурс и теперь будут в каворкинг-центре предварять в жизнь свои идеи. Накануне они прошли еще один, на этот раз внеплановый экзамен. Их проекты оценил губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев посетил Центр поддержки предпринимательства. Какую помощь там можно получить и что нужно, чтобы стать резидентом нового бизнес-каворкинга, расскажут наши краснодарские коллеги. Променять российскую столицу на Кубанскую Снежана Шацкая решила после того, как составила свое генеалогическое древо. Оказалось, прапрадеды девушки были казаками. Переехав в Краснодар, бывший московский менеджер начала изучать историю своей малой родины и ее жителей. А любимое хобби начала превращать в дело, которое может принести и доход, и пользу. Кубань имеет свои особенности. Это переселенческий регион. Сюда со всех уголков России съезжали население. Только открыв самые первые документы, мы можем определить, были ли ваши предки казаки или они приехали из какой-то другой местности. Но это всегда интересно знать, откуда мой род, откуда мои корни. Пока нет собственного офиса над созданием родословных, начинающая бизнес-вумен работает в Краснодарском каворкинг-центре. Стол, компьютер, интернет и даже комнату для переговоров здесь предоставят каждому, кто пройдет конкурсный отбор. Главный критерий – быть зарегистрированным предпринимателем не больше трех лет. Постоянными резидентами центра сегодня стали уже больше десяти человек. Это и круглогодичное выращивание зелени, разработка умных станков, производство фруктовых сладостей, напечатанных на 3D-принтере. О своих проектах молодые бизнесмены сегодня рассказали губернатору края. Наш проект «Альтернативная энергетика» на Кубани считаю, что это просто очень перспективно. «Альтернативная энергетика» на самом деле это сегодня то направление, куда мы должны не идти, мы должны ломиться. Потому что сегодня дефицит энергии, он сегодня ощущается. Мы разработали проект мобильной автономной ветроэлектростанции, которая может базироваться на вездеходных шасси, то есть гусеничных, колесных. «Давайте, когда будет опытный образец, который можно посмотреть, пощупать, посмотреть на его результаты, мы к этому разговору вернемся, и тогда помощь может быть более существенной. Сегодня в первую очередь нужно бизнес заинтересовать в вашей идее, и тогда на самом деле она может продаться уже сразу. Поэтому вот здесь очень важно, чтобы она была не просто проектом, который, естественно, реализуется и принесет прибыль, в первую очередь, бизнесу, и, неважно, региону, конечно же, и вам». Коворкинг-центр – это не просто рабочее пространство для начинающих предпринимателей. Здесь бесплатно окажут всю юридическую и бухгалтерскую помощь, расскажут и покажут, как составить бизнес-план и даже разработают сайт. Чуть ли не каждую неделю лекции и мастер-классы. А со следующего года за резидентами даже собираются закреплять наставников, реальных предпринимателей, которые уже сделали себе состояние. В общем, все условия для успешного развития бизнеса и воплощения в жизнь самых разных идей. «Вы каждый чувствуете, что вы не можете отстать от сегодняшнего времени, от возможностей, от сегодняшнего дня. Потому что если вы сегодня отстанете, завтра вы уже можете быть там невостребованными или ненужными. Вы должны быть уверены в том, чтобы вы со своим этим продуктом сможете ворваться в рынок и еще быть там победителями. И, может быть, первопроходцами. Вот я уверен, что сегодня, может быть, как минимум половины здесь сидящих, есть та идея, которая сегодня считается невозможной, а завтра она будет реализована». По количеству малых и средних предприятий Краснодарский край сегодня в пятерке лидеров. После осмотра каворкинг-центра Вениамин Кондратьев проводит встречу с теми, кто помогает создавать экономику региона. В зале и те, кто начинает свое дело, и те, кто в бизнесе уже давно. Вместо громких цифр и речей откровенный диалог о том, что нужно для дальнейшего развития предпринимательства. Главе региона жалуются на инфраструктурные проблемы. При подключении новых производств к инженерным сетям часто затягивают сроки. А в некоторых случаях энергомощностей и вовсе не хватает. Еще 6 декабря 2016 года наше предприятие заключило контракт на перенос высоковольтной линии электропередач. И на сегодняшний день вопрос с отключением так и не был решен. «Естественно, я хочу сейчас обратиться к энергосбытовым организациям. Коллеги, вы часть экономики региона. Простите здесь заниматься созданием дефицита. Андрей Таврович, если это очередная такая же ситуация, надутая, создайте так, чтобы на системной основе все это работало». «Что электросети, что ФСК, они сами себе ставят регламу. Вот решение вопроса, сколько? 40 дней. Почему 40 дней? «А вот на самом деле сделайте такую дорожную карту, в том числе на документы, которые входят в энергосбытовые, там иные там компании, и сколько находятся документы, и какой результат. Вот введите такой, как бы так, алгоритм. Вот вошли документы и вышли, и результат. А мы тогда, допустим, дадим оценку деятельности». Малому и среднему бизнесу сегодня нужен качественный переворот, чтобы уйти от схемы «купи-продай». Акцент предпринимателям предлагают сделать на создании собственных, пусть и небольших, производств. Для этого необходимо максимально использовать аграрный и промышленный потенциал, обращает внимание губернатор. «Вы делаете реальную экономику, именно вы, в том числе сидящие в этом зале. Вы делаете и даете, создаете реальные рабочие места и платите налоги от того бизнеса, который создаете. Малый, средний – это основной, это авангард любого бизнеса, любой экономики. Поэтому здесь еще раз хочу сказать, что я предложу максимум усилий, чтобы на самом деле вам было более комфортно быть на рынке, быть в здоровой конкуренции. Это очень важно, в здоровой конкуренции, чтобы могли развиваться». В бизнесе уже сегодня заняты почти 800 тысяч кубанцев, а доля малого и среднего предпринимательства в ВРП края больше, чем в среднем по стране – около 30%. Но уже к 2030 году, согласно стратегии развития, небольшие предприятия сформируют как минимум половину ВРП региона. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец и Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Под защитой святой православные христиане отметили накануне День Екатерины Александрийской, небесной покровительницы Краснодара. В этот день во всех храмах Кубани прошли божественные литургии. Как отметил День своей святой главный кафедральный собор Кубани, узнаем из репортажа наших краснодарских коллег. В Свято-Екатеринском храме Краснодара с самого утра многолюдном сотни людей собрались на божественную литургию. Для православных эта служба особенная в память о святой Екатерине, покровительнице города. В числе прихожан глава региона Вениамин Кондратьев и атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда. Спасибо. Святая Екатерина – одна из самых почитаемых в православном мире. К ней обращаются с разными просьбами, но в первую очередь просят о семейном счастье. Поэтому в храме так много молодых девушек и детей. По преданию Екатерина приняла христианство и отказалась выходить замуж за язычника царя Максимина. За это он казнил девушку. Ее непростая судьба является примером чистой и искренней веры. В День памяти святой православный приходит в церкви попросить помощи или поблагодарить небесную покровительницу. Чтобы встретить праздник в главном соборе Кубани, многие верующие приехали из других городов и районов края. Я приехала из другого города, из города Тихорецка, специально на службу, для того, чтобы помолиться святой мученице Екатерины, поблагодарить ее за все. Она помогла мне сегодня сюда добраться благополучно, оставила маленькую дочку дома. Это один из самых важных, наверное, праздников. Вот и в году, и вообще в моей жизни, поскольку я тоже ношу имя Екатерина. Для меня это День ангела, а вообще это большой праздник и для нашего города Екатеринодара, и для Екатерининского собора. Мы пришли помолиться, и чтобы она помолилась о нас Господу. Всемирно почитаемую христианскую святую называют небесной покровительницей Кубани. В ее честь назван главный кафедральный собор, а краевая столица больше века носила имя святой. В храме повсюду живые цветы. Этот праздник собрал в Краснодаре священнослужители со всей Кубани. Божественную литургию в кафедральном соборе провел митрополит Екатеринодарский и кубанский Исидор. Сегодня день именин этого прекрасного собора, который чудом уцелел в годы, когда страшное гонение было, начиная сто лет тому назад. И сохранился этот наш кафедральный собор в честь святой Екатерины. Я поздравляю вас с этим праздником, с Днем Небесной Покровительницы нашего города и нашего края, именинниц, носящий имя в честь святой Екатерины. Поздравляю с Днем Ангела. С праздником жителей края и владыку Исидора поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Он пожелал, чтобы святая Екатерина всегда охраняла и оберегала Кубань и ее жителей. Посмотрите, как нас много в этом соборе. Но самое главное, чтобы когда мы вышли из этого собора, не пошли каждый своей дорогой, забыв, что в храме мы одна большая христианская православная семья, а там, за пределами храма, каждый сам по себе. До тех пор, пока мы будем одерживать победу сами над собой, над своей леностью, борщливостью, завистью, иждивенчеством, мы сможем жить так, как наши предки жили, в любви, в согласии, в взаимопонимании. Я всех вас поздравляю с праздником, с Днем Святой Екатерины. После службы прихожане еще долго не расходились. К иконе великомученицы Екатерины выстроилась очередь. Верующие могли поклониться и попросить святую о чем-то своем, сокровенном. Елена Касабова, Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар. В Сочи обновили экскурсионные маршруты по святым местам. Экскурсии связаны с природой, храмами, памятными местами, расположенными по всему курорту. При этом маршруты не являются паломническими и рассчитаны на туристов любого вероисповедания. Во время путешествия экскурсоводы рассказывают об истории развития христианства. При заселении Черноморского побережья, Русско-Кавказской войне, освоении побережья переселенцами, их бытия и традициях. Так, во время путешествия «Дорога к храму» туристы смогут посетить храм Николая Чудотворца в Лазаревском, храм Святой Равнопостольной Нины в Головинке, храм Казанской иконы Божьей Матери и часовню во имя святых царственных страстотерпцев в Дагомысе. Также в маршрут включены посещения храма Георгия Победоносца и Троицы Георгиевский епархиальный женский монастырь в селе Лесное. При посещении маршрута под крылом Архангела Михаила туристы смогут побывать в храме Святого Равнопостольного Великого Князя Владимира, в соборе Святого Архистратига Михаила, крестильном храме Иверской иконы Божьей Матери, храме Спаса Нерукотворного в Сочи. Большинство пути туристы преодолевают на автобусе. Пешеходная часть составляет от 3 до 5 километров, а продолжительность маршрутов от 10 до 12 часов. Отмечу, что на сегодняшний день вся информация об экскурсиях вносится в единый реестр субъектов и объектов туристской индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края. Погорельцы с улицы Чебрикова получили гуманитарную помощь. Ее выдали сегодня в сочинском отделении Красного Креста. Потерявшие в огне свое имущество, люди получили постельные принадлежности, бытовую химию и продукты питания, расскажет Елена Всецына. Олеся Ачиян вместе с ребенком уже едва надеялись на спасение. Дым подступала, докричаться с пятого этажа было сложно. Сильно надышалась, гарью показывала на помощь. Потом их спасли пожарные. Затем была медицинская помощь и размещение в пенсионате Нева. Я после больницы вышла после пожара, это было на третий день. Где-то неделю я там прожила, пока я у себя все отмыла, все стирала. Я полностью делала потолок, обои, то есть косметический ремонт. А сегодня ее пригласили в отделение Красного Креста. Там вручали продуктовые наборы и средства гигиены. Предприниматели отозвались на просьбу Красного Креста и перечислили на счет 89 тысяч рублей. На эти деньги были закуплены еще подушки, одеяла, пледы, полотенца и постельное белье. Сейчас на поступившие деньги, значит, и мы дополнительно всего 105 тысяч рублей мы расходовали. Для девяти семей, которые погорели сильно, у которых практически все выгорело, значит, согласно мы с председателем домового совета, значит, сверили списочки. Девяти семьям мы выдадим. Российский Красный Крест – одна из старейших общественных благотворительных организаций страны. Сотрудники Сочинского Красного Креста поблагодарили сегодня тех предпринимателей, которые не остались равнодушными к беде погорельцев. В самом же доме на Чебрикова сейчас завершается капитальный ремонт. Помимо замены внутренних сетей, было решено полностью отремонтировать кровлю и утеплить фасад. Гелена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи завершается декада инвалидов. Ежегодно она проходит в начале декабря. В эти дни во всех районах курорта проводится множество мероприятий, призванных изменить отношение общества к инвалидам. Сегодня в зале органной и камерной музыки состоялся торжественный прием главы города. Его гостями стали десятки людей с различными особенностями здоровья и те, для кого ежедневная работа – помогать нуждающимся в поддержке. Рината Шипулина с подробностями. В Сочи больше 35 тысяч людей с инвалидностью. Еще несколько лет назад просто выехать в город маломобильным сочинцам было непросто. Сегодня немало сделано для создания необходимых условий и работа, подчеркнул в своей речи глава города, по созданию безбарьерной среды продолжается. Но главное, отметил Анатолий Пахомов, не забывать о том, что рядом живут люди с различными особенностями здоровья, нуждающиеся в помощи и социальной поддержке. Я восхищаюсь и преклоняюсь перед ужасом тех, кто, несмотря на проблемы со здоровьем, преодолевает невзгоды, идет вперед и добивается успехов. Таких людей у нас в городе Сочи сегодня проживает 35,5 тысяч человек. Наша задача – делать все возможное для защиты их прав. Евгений Писарев с диагнозом ДЦП уже порядка пяти лет работает инструктором физкультурного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья. Занимается футболом с детьми с особенностями развития и даже выступает с командой на городских спортивных мероприятиях. Работу, признается Евгений, найти было непросто, но важно было довести дело до конца. Трудиться, упорно искать, предлагать себя, показывать то, что я действительно смогу работать в данном направлении. Мне директора, увидев мой диплом, поверили мне и можете сами спросить у них. Они, я думаю, во мне не разочаровались. Признание успешной работы – это и благодарственное письмо главы города, которое было вручено сегодня Евгению и тем, кто принимает активное участие в работе общественных организаций инвалидов, проводит реабилитацию и обучение детей с особенностями развития. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Профилактика вредных зависимостей, здоровый образ жизни и военно-патриотическое воспитание – темы, которые в эти дни обсуждают представители студенческой молодежи курорта. Дискуссионное пространство для них подготовили городское управление молодежной политики и Центр военно-патриотической подготовки. Такие форумы для студенчества организовывают регулярно, проходят они в разных форматах, но неизменно посвящены актуальным вопросам, которые возникают в молодежной среде. На этот раз ключевые темы – военно-патриотическое воспитание, профилактика зависимости и здоровый образ жизни. Мы очень рады, что управление молодежной политики уделяет такое внимание ЗОЖ, так как наш город олимпийский, и эта тема достаточно актуальна среди молодежи. Особенно в условиях информационной войны, где главное оружие – интернет, появляются различные сообщества, от которых больше вреда, чем пользы. Научиться противостоять трудноконтролируемым информационным потокам – одна из задач форума. Для этого пригласили лучших российских экспертов. Информационное пространство, оно настолько открыто и настолько агрессивно, что необходимо, конечно же, для молодых людей, в том числе и для школьников, для студентов, доводить такую информацию и готовить к тому, что воля и разум человеческая неприкосновенная. Что самое главное – нужно уважать себя. Организатором форума стало управление молодежной политики городской администрацией. Участники – активные студенты сочинских вузов и учреждений среднего профессионального образования. Будет большое количество теоретических занятий, но также будет и большое количество практик, где ребята смогут не только высушить полезную информацию, но также применить свой опыт и увидеть все в действительно практическом действии. В дальнейшем, конечно же, главным итогом мы ожидаем, что данная информация разойдется уже до непосредственно всей студенческой активной молодежи через актив, который сегодня мы собрали. Тренинги, круглые столы, мастер-классы, киносеансы, творческие вечера, встречи с ветеранами. Программу организаторы сформировали насыщенную. Подготовили для участников они и настоящую военизированную полосу препятствий. Форум будет работать до 10 декабря. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в Краснодарском крае. В целом же по России средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола для семьи из четырех человек выросла на 300 рублей. Сегодня это 6100 рублей. В нашем регионе средняя стоимость новогоднего стола стала ниже, сообщает Югополис. В прошлом году россияне тратили на застолье 5800 рублей. Об этом говорится в сообщении Росстата. Согласно данным ведомства, набор состоит из 29 пунктов. В него входят в числе прочего салаты сельд под шубой и оливье, красная икра, рыба, мясо, вино, водка, коньяк, фрукты и овощи, конфеты, торты. Жителям Чукотки новогодний набор продуктов обойдется дороже всего более 8 тысяч рублей. Также в тройке регионов с самым дорогим праздничным столом – Ненецкий автономный округ и Якутия. Самое дешевое застолье в Калмыкии и Чечне – почти 4,5 тысячи рублей. Краснодарский край расположился на 36-м месте рейтинга. Ведомство подсчитало, что застолье в нашем регионе обойдется в 5 900 рублей. В Сочи проходит операция «Должник». Инспекторы проверяют, оплачены ли административные штрафы. Операция «Должник» продлится до 12 декабря. Напомню, неуплата штрафа в течение 60 дней влечет наложение еще одного штрафа в двукратном размере неоплаченной суммы, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. По всем возникающим вопросам по уплате административных штрафов, жители вправе обратиться в подразделение исполнения административного законодательства. Ну и к приятным новостям. Сегодня свой день рождения празднует начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи. Ольга Медведева начала свою карьеру в начале 90-х. До 2001 года работала учителем французского языка. После 6 лет в должности директора первой гимназии. С 2007 года и последующие 10 лет занимала пост начальника управления по образованию и науке администрации города Сочи. Затем непродолжительное время исполняла обязанности министра образования Краснодарского края. Но снова вернулась в родной город на прежнее место – руководить управлением образования курорта. Свое 50-летие Ольга Медведева отмечает на рабочем месте. Сегодня она стала гостем нашей программы «В курсе». В студии мы говорили об основных достижениях и проблемах отрасли. Коллектив телекомпании присоединился к многочисленным поздравлениям и пожелал успехов в работе на благо сочинского образования. В Краснодаре прошли чемпионаты первенства края по джиу-джитсу. В отборочном турнире на чемпионаты первенства России приняли участие более 100 сильнейших борцов Кубани. Курорт представляли 28 атлетов. На татами состязались команды Сочи, Краснодара, Новороссийска, а также Белореченского, Отрадненского, Тбилисского и Кореновского районов. Сборная Сочи завоевала 24 медали. Из них 13 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. Чемпионами в своих весовых категориях стали Александр Хрипченко, Георгий Чуклинов, Егор Тернов, Николай Санакоев, Мария Авдеева, Артем Соколовский, Павел Самульцев, Милара Авагимян, Ольга Авдеева и Екатерина Поликашина. Несмотря на то, что для нас этот вид единоборств новый, мы собрали довольно большой урожай золотых наград турнира. И с гордостью будем представлять наш родной город и край в целом на чемпионате и первенстве России. Надеемся, что в ближайшее время в спортивных школах Сочи появится отделение джиу-джитсу, поскольку джиу-джитсу используются популярностью, а заслуженные спортивные звания пока в зачет курорта не идут. Джиу-джитсу – искусство рукопашного боя, основным принципом которого является мягкая, податливая техника движений. Основной принцип джиу-джитсу – не идти на прямое противостояние, чтобы победить, не сопротивляться, а уступать натиску противника, лишь направляя его действия в нужную сторону, до тех пор, пока тот не окажется в ловушке, и тогда обратить силу и действия врага против него самого. В Краевой Федерации джиу-джитсу всего два года, и, как отметили организаторы турнира, рост популярности этого вида японской борьбы только растет. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.